Все в мире существует согласно всеобщему принципу природы – стремление к максимально устойчивому состоянию. Также существуют и атомы. Только благородные газы существуют в одиночном свободном виде. Это гелий, неон, аргон, криптон, ксенон. Все остальные атомы стремятся объединиться за счет особых сил в одну более сложную систему для достижения более устойчивого состояния. Рассмотрим, что представляют собой эти системы. Молекула является одной из таких сложных систем и состоит из двух и более атомов. Молекула – это наименьшая частица вещества, способная существовать самостоятельно и сохранять все его химические свойства. Двухатомными молекулами являются молекулы водорода, азота, кислорода, фтора, хлора, брома, йода. Четырехатомными молекулами являются молекулы фосфора. Сера – восьмиатомная молекула. Все атомы химических элементов образуют вещества. Вещества, которые образованы атомами одного химического элемента, называют простыми веществами. Простые вещества, состоящие из молекул, относят к веществам молекулярного строения. При обычных условиях они могут находиться в газообразном состоянии – кислород, водород, в жидком – бром, и твердом состоянии – йод, сера. Обратите внимание, у веществ молекулярного строения количество атомов в молекуле указывается индексом. Примером другой сложной системы, объединяющей атомы в сложные комплексы, являются твердые кристаллические вещества. Их относят к веществам немолекулярного строения. Примером таких веществ будут магний, алюминий. Вещества немолекулярного строения состоят из большого количества атомов, но пишутся они без индекса. Решите самостоятельно. Распределите предложенные вещества по группам молекулярного и немолекулярного строения. Алмаз, кремний, водород, азот. Проверим. Алмаз и кремний относят к веществам немолекулярного строения. Водород и азот являются веществами молекулярного строения. Простые вещества по физическим свойствам делят на металлы и неметаллы. Металлы обладают определенными свойствами. Все металлы при комнатной температуре твердые вещества, кроме ртути. Она жидкая. Хорошо проводят электрический ток и теплоту. Имеют характерный металлический блеск. Многие пластичны, ковки, то есть меняют свою форму при механическом воздействии. Например, из куска золота массой 1 грамм можно вытянуть проволоку длиной в 1 километр или изготовить фольгу в 500 раз тоньше человеческого волоса. Все металлы простые вещества и являются веществами немолекулярного строения. К металлам относят железо, медь, кальций, натрий, калий и другие. Неметаллы также обладают характерными свойствами. Многие неметаллы при обычных условиях газообразны. Кислород, водород, азот. Жидким является бром. К твердым относят сера, йод. Почти все плохо проводят электрический ток и теплоту. Большинство неметаллов существует в виде молекул – кислород, азот, фтор. Но некоторые имеют немолекулярное строение – бор, кремний. В таблице химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева можно узнать, какие вещества относятся к металлам, а какие к неметаллам. Обратите внимание на красную лесенку. Выше нее располагаются химические элементы, образующие неметаллы. Они же – металлы. Например, бор, фосфор находятся выше красной лесенки – это неметаллы. Калий, магний – это металлы. Решите самостоятельно. Из предложенных простых веществ выберите те, которые являются металлами. Проверим. На данный момент открыто 118 химических элементов, которые образуют более 500 простых веществ. Это можно объяснить тем, что некоторые химические элементы образуют несколько простых веществ. Вы обратили внимание, что химический элемент углерод образует простые вещества с собственными названиями. А многие другие элементы образуют простые вещества с такими же названиями. Например, простое вещество кислород и химический элемент кислород, простое вещество водород и химический элемент водород. Поэтому необходимо различать, когда речь идет о химическом элементе, а когда о простом веществе. Например, речь идет о химическом элементе, когда говорят, кислород входит в состав молекулы воды, фосфор входит в состав фосфорной кислоты. О простом веществе речь идет в случаях, когда говорят, в составе воздуха кислорода содержится 21%. Белый фосфор имеет запах чеснока. Подведем итоги. Молекула – это наименьшая частица вещества, способная существовать самостоятельно и сохранять все его химические свойства. Простые вещества делят на вещества молекулярного и немолекулярного строения. Простые вещества делят на металлы и неметаллы. Некоторые химические элементы образуют несколько простых веществ. Это явление называется аллотропией. Субтитры создавал DimaTorzok